И снова здравствуйте в моем древнем городе, который не имеет названия и скорее всего его не получит, у меня для вас хреновые новости товарищи, я только что со страницы кикстартера по этой игре. И знаете что я вам скажу? Мое отношение к разработчикам данного проекта диаметрально стало противоположным. Вы в курсе вообще, что они собрали 125 тысяч долларов 2 года назад на разработку игры? Ну посмотрите на страницы кикстартера проекта, я даже ссылку на него не буду давать, чтобы нехер им тут вообще появляться. А это не все. Ролики, которые они готовили к кикстартеру, они на голову выше и красивее, чем то что мы видим сейчас. Там как минимум показываются и новые издания, и там даже есть отдельный видос с табунами животных. И вот спрашивается, если вы показывали это 2 года назад, то как нахрен так вышло, что сейчас через 2 года вы выпускаете не то чтобы альфу, а демо-версию игры? Здесь ни черта нет из того, что вы демонстрировали 2 года назад. Понимаете? У меня такое ощущение складывается, что чуваки, ну типа, давайте создадим классную градостройку, да? Создали, показали на кикстартере, заработали 120 тысяч долларов и забили. И через 2 года кто-то спросил, ну что там с разработкой? Они такие, а да, твою мать, точно. Ну давайте сейчас вот ту демку, которую мы показывали, высарим в Steam, денег еще заработаем, ценник в косарь поставим и сделали так. И вот, ну короче, прямо у меня очень серьезные грустные мысли, понимаете, посещают. Она реально классная и задумка классная и выглядит все прикольно. Но черт подери, что за отношение к игрокам-то я не пойму? 2 года чем они занимались? Теперь, после этой прекрасной трехминутной, значит, моей плачевной истории, мы поиграем еще, потому что, черт, игра-то хорошая. Ну, она просто не доделана. И такое ощущение, что ее не будут продолжать. Господа, настоятельно не советую покупать ее сейчас в Steam. Мне кажется, что разработчики таким поведением, они совершенно не достоины, чтобы их поддерживали рублем. Тем более, что ценник, твою мать, косарь. Косарь. Готовая игра Dawn of Man, которая, по некоторым данным, является украденной идеей Sension Cities. Некоторые утверждают, что Dawn of Man сперли идею. И, учитывая, что у них был готовый движок с механиками, они просто взяли и по-быстрому склепали свою игру. Но, твою мать, у них игра-то как бы, она выглядит, да, она выглядит хуже. Окей, там немного проще идей, там проще механики, в нее проще играть. Но она, по крайней мере, уже сделана, понимаете? Они ее выложили, они ее сделали, они ее, сука, сразрабатывали. У меня, я даже, господи боже, у меня расстройство. Это что за год вообще, а? Это не год, а разочарование сплошное в игрострое. Dawn of Man вышло и стоит меньше, чем это. Где справедливость, твою мать? А неужели они настолько жадные? Я просто не знаю, правда. Все, я закончил. Ой, короче, все мои надежды в этом году рассыпались, как релиз Мафии и Киберпанка. И вот еще до кучи подъехало. Короче, вернемся к нашим баранам, которые строят сейчас палатки. И вроде бы как у них даже все получается. Сейчас будет достроена первая палатка. У нас просто дохренища соломы. Я пообщался с моими зарубежными коллегами, которые тоже проходят сейчас Ancient Cities. И они поведали мне прекрасную историю о том, что все, что вы вот здесь вот видите в этих зданиях, это как бы все. Понимаете? Последнее, что можно будет построить, это вот этот замечательный реликтовый камень, которому они будут поклоняться. И больше контента в игре нету. Я не помню, кто-то мне говорил, что здесь есть еще одна эпоха. Но насколько я понимаю из разговоров с моими коллегами, эпохи тут никакой нет. Здесь одна эпоха. В общем, я говорю, это даже не альфа, это демка. Классная демка, интересная демка, да, она заинтересовывает, черт подери, мне прям все нравится. Но демка за косарь, понимаете? Люди выкладывают демо-версии бесплатно, а за эту еще и косарь отдавать придется. Да что за жадность, твою мать? Все, я успокоился, продолжаем. Короче, эта часть будет завершающей частью в этом цикле маленьких осмотрительных видосов по Ancient Cities. Я не буду манибэкать ее, хотя мне очень хотелось поначалу, знаете, когда я вот этот Kickstarter поизучал. Но я не буду ее манибэкать. Я оставлю, я дам ей шанс. Мало ли, может она действительно будет разрабатываться. Потому что сейчас последний проект, на который у меня надежда остается, это Manor Lords. Я хер знает, когда он выйдет, правда, но я очень надеюсь, что они обосрутся. Так, мне, пожалуйста, утро включите. Ну вот смотрите, они построили палатку приблизительно за три дня. Это вполне реалистичные сроки, как по мне. В общем-то, у меня каких-то супер конкретных целей на эту серию нету. Я вот хотел вначале, конечно, рассказать вам о моих прекрасных впечатлениях после внезапно всплывших фактах разработки игры. Вот, и что бы мне хотелось еще поделать здесь, это, конечно, проверить эмиграцию. Вот обратите внимание, что у нас сейчас, значит, вот видите, сколько находится всяких разных интересных ресурсов. И у меня сразу же вопрос. Если я сейчас, там, перемещусь куда-то вот сюда, возьмут ли они с собой эти ресурсы? Если возьмут, что делать с палатками? Неужели мне придется их строить заново? Вот, мне прям очень интересно это было бы узнать. И мы в конце серии с вами обязательно это дело проверим. Потому что, ну потому что, черт подери, это же интересно было бы узнать. Потому что, вот, господи, сколько раз я сказал потому что за эти короткие моменты. Вот в чем дело. Смотрите, у нас есть камни, да, вот Роу Стоун. И у нас, допустим, где тут мои эти группы сраные были? Вот у нас есть Гэдерингс. И в данный момент на всей карте они обнаружили 962 камня. А монумент, напоминаю вам, стоит 1000 камней. То есть, все-таки, по ходу, по всей видимости, нам придется заниматься миграцией. То есть, мы приходим на карту, значит, собираем там некие ресурсы. Потом уходим в миграцию и начинаем строить свое поселение уже там. И сразу же вопрос у меня. Почему я не могу снарядить отряд? У меня здесь 16 человек. Почему нельзя взять человек пять и отправить их нахрен, ну, куда-нибудь там? Отсыпать им немножко этой самой рыбки. И пускай эти падлы валят, собирают камни. Почему я должен снимать все поселение с якоря? Это очень странно, вот прям. Мне непонятно такая вот философия разработчиков. Но еще мне непонятно, почему. Куда у нас вся рыба-то ушла, я не пойму. Что-то у нас вообще ничего не висит. Я же построил еще одну вот эту вот вяленую палку. Для того, чтобы как раз-таки побольше было рыбки. Но что-то, походу, мои фишеры не очень хотят этим заниматься. Давайте-ка я им приоритет на максимум выкручу. Потому что, твою мать, вы что, ребята, мы сдохнем с голоду. Вот. Еще что хотел сказать. В первой части я совершенно забыл об этом упомянуть. Некоторым показался, кстати говоря, первый видосик сумбурным. Я не знаю, ребята, чем они там слушали жопой, может быть. Потому что я в основном про все механики игры рассказал. Но кто-то, видимо, не слушал. И поэтому они решили, что я ни о чем не рассказал, да. А на самом-то деле, единственное, о чем я забыл рассказать, это о размножении наших людишек. Здесь никакой к вам миграции не будет. Здесь они будут плодиться. И сейчас я вот лазаю по моему поселению, пытаюсь найти вам хоть одну беременную женщину. Ну вот это, конечно, нет. Она просто много бигмаков жрет. Скорее всего, она не беременная. Я видел уже беременных тетушек. У них прям пузо. И когда на них нажимаешь, у них вот здесь вот перк такой. По-моему, он выглядит как знак половой. Ну вот этот со стрелочкой, поняли? Не другой знак, не орган. Да. Ну давайте подождем еще. Может быть, им именно нужны палатки. Потому что тогда у меня были палатки. И они, в общем-то, в этих палатках ночью делали новых людей. Ха. Да. Ну блин, в целом мне прям все нравится. Правда. Мне игра зашла. Мне непонятно поведение разработчиков и вот отношения. Что это за хрень собачья? Мы что, заслужили такого отношения? Мне кажется, что не особо заслужили. Смотрите-ка, у нас не хватает, не хватало чего-то, не хватало. Теперь уже хватает. Я не успел прочитать, к сожалению. О, это наша ямка, да? Это наша ямка, в которую мы можем что-то запихать. Это могут быть ягоды. Это могут быть грибы. Вот это что такое? Клем. Не помню, что такое клем. Но вот это точно грибы. И еще какие-то два объекта. И, честно говоря, я даже не знаю, на самом деле, потому что вот опять нам не дают возможность указать несколько вариантов товаров, скажем так, туда. Ну, не дают и не дают, хер бы с ним. Просто я хотел построить этот самый пид, чтобы просто тупо глянуть, как он выглядит. Выглядит он, как ямка, прикрытая какой-то деревяхой. Ничего особенного. Но вот все это здесь выглядит очень аутентично. Я прям тащусь, на самом деле, от качества моделей. Я понимаю, что тут особо выпендриваться не стоит. Твою мать, это же не здание. Но все равно, выглядит все круто. Давайте ждать, короче, пока не достроится это говно. Я хочу, чтобы у них уже появились палатки. Вот. Три палатки, в принципе, они полностью удовлетворят нашим потребностям. Потому что три палатки, это будет 18 человек. А нас всего сколько там было? 17? Или сколько я считал-то, господи боже? 16 нас, да? Вот. И одна палатка, считайте, будет приятное дополнение, так сказать, для людей, которые будут созданы ночами. Да. И еще знаете, что я забыл сказать в первой части? У меня, короче, травма. У меня травма профессиональная. У меня нету процедурных тропинок. Я не знаю, как так вышло. Процедурных тропинок в 2020-м нет? Вы что? Дайте мне это дерьмо. Это фаундейшн мне показал. Я теперь не могу от этого оторваться. Мне нужны гребаные процедурные тропинки. Мне кажется, движок игры абсолютно точно позволяет подобное сделать. Обратите внимание на вот эти места, где они траву выщипывали. Они ее спокойно выщипали, и получилась такая песчаная область. Мне кажется, можно сделать так, что чем чаще они ходят по одному и тому же месту, тем меньше там растет травы и появляется текстура песка. Это же вообще изи. Но, скорее всего, просто разработчикам было некогда, им нужно было потратить 125 тысяч долларов, поэтому они этим не занимались. Ага, смотрите, здесь почему-то спят 5 человек, при том, что есть место еще для одного. А все остальные расположили свои тушки рядом с костром. Сомнительно, сомнительно. Но вот эту палатку еще не достроили. Че вас не хватает, ребята? О, соломы не хватает. Фига себе, они всю солому вытащили, представляете? Так, мне срочно нужно утро, я сейчас буду вам задачу задавать. Ну, вот, допустим, вот здесь все освободите от соломы. Да, пускай она будет сырая, но это будет солома. Здесь она тоже самая, да, проблема? Да-да, соломы нету. Ну, сейчас мы ее быстро, солому они быстро фармят, это не проблема. Я вообще не понимаю, блин, они показали реально животных. На кикстартере есть видос, где они показывают табуны животных. Не просто там, знаете, пара оленей гуляет, там прям целый табун бежит и пыль. В общем, очень круто выглядит. Мне кажется, что они, у них есть какая-то более крутая версия игры. Они просто решили там мега стабильную демку воткнуть в Steam и там немножко нафармить денег. Могли бы об этом сразу сами сказать, не надо было не знать, что это ранний доступ. Так, ну че вы, вот, собирают солому. Они, по-моему, сразу ее в дома носят, эту солому, они ее даже не складируют. О, как интересно. Ну ладно, не складируйте, как хотите. Ну вот, неужели там настолько много надо соломы? Вот одна осталась, грубо говоря, и будет достроена наша прекрасная палатка хижина и небоскреб в одном лице. Теперь надо еще вот эту достроить. Там 72 нужны соломы. И давайте я, наверное, сейчас все-таки дам еще задание по этой самой добыче соломы. Вот пускай эту область они тоже зачистят. Мне кажется, этого будет вполне достаточно, чтобы вот на полторашку этих хижин они нафармили себе соломы. С едой какая-то серьезная проблема. Одна рыбина везет и больше нихрена нет. Вот это весьма грустная, значит, история. И у меня есть некое подозрение вот насчет этой истории. Вот обратите внимание, когда... Это что такое? Они почему-то решили здесь камни брать. Вот, видите, рыбка, рыбка, рыбка. Вот рыбка, вот там рыбка тоже. Нет, вот здесь это тоже не рыбка, твою мать. О, господи. Короче, здесь были иконки добычи рыбки вдоль этой реки. И у меня есть предположение. Вот, видите, вот эти иконки. И когда людишки, значит, сюда приходят, достают отсюда рыбу, эти иконки пропадают. И вместе с ними пропадает рыба. И у меня вопрос. А нет ли здесь такого, что она тупо закончится нахрен в этой реке, потому что... Ну, потому что в игре, может, не реализована тема рек. Вот, как бы... Вот есть у меня такое предположение. Тем самым они, может, нас хотят заставить ходить и собирать грибы с ягодами. До которых нам еще, в общем-то... Где тут у меня было? Вот у нас сейчас май, весна. Я думаю, что ягоды раньше июля, августа собирать смысла особого нет. Грибы, конечно, может, уже и пошли. Но вот ягоды, что-то как-то я сомневаюсь. Одна рыбина у нас, прикиньте, всего лишь. Ее еще даже не отвялили как следует. Ее вялят вон там на палке, но... Нужно еще немножко поработать над ней, понимаете? Слушайте, какая-то хрень. Смотрите, все время один человек нифига не ночует в хижине. Может быть, они с семьями ночуют? Вот в этой все прям шесть тусуются уже. А в этой тоже свободное место вот одно было. Непонятно, как это работает. Может быть, они действительно с семьями как-то живут? Так, ладно. Давайте достраивайте мне уже, наконец-то, соломенные вещи. Потому что мне ж надо... Мне ж надо что-нибудь другое еще построить, правильно? Я хотел заборчики построить. Там еще что-нибудь топор вам сделать, в конце концов. Сколько можно это терпеть? Кстати, о топоре. Давайте перейдем, значит, к моим крафтерам, у которых есть задача по созданию замечательной веревки, которая будет длиться бесконечно. Я полагаю, что больше... А, вот они что-то эту веревку принесли. Сейчас будут делать. Короче, давайте посмотрим, что надо на топор. Итак, топор хочет хорошую палку и топор хочет хороший камень. То есть, им надо сделать две задачи. Значит, вот, к примеру, я хочу, чтобы они мне сделали там три нормальных камня и три нормальных палки. И после этого можно сказать им, чтобы они сделали мне три нормальных топора. Я уже делал топоры, на самом деле, и уже, в принципе, рубил дерево. И, поверьте мне, ничего хорошего вы там не увидите. По-моему, это, конечно, мог быть какой-то визуальный баг, но когда они рубят дерево, оно не падает. Они из него просто как бы добывают бревна. Они рядом ложатся, они эти бревна перетаскивают в свое, так сказать, поселение. Когда у дерева больше бревен не остается, оно, насколько я понял, исчезает. Вот. Скорее всего, просто еще не сделали они его. Господи, за два года! Все. Ладно, опустим эту тему. Я не понимаю, что с разработчиками в этом году. Неужели их так ковид этот подкосил гребаные? В чем проблема-то, твою мать? Во, кстати, ребята, давайте небольшой интерактив в комментариях устроим. Напишите, по вашему мнению, самые успешные релизы в этом году. Начиная с весны. До весны не считается. Ведь именно начиная с весны. По-моему, до весны-то тоже ничего особо не выходило. В общем, давайте, вот, начиная с весны, по вашему мнению, самые удачные игровые релизы на ПК. Last of Us 2 не надо там предлагать. Это на PlayStation. Она на компьютер не вышла и вряд ли выйдет. Хотя, там, по-моему, насколько я слышал, тоже достаточно спорный был релиз. Но это уже другая история. Так, тем временем, наша палатка все еще в заднице. Что-то мои граждане нифига не собирают солому. Можно, конечно, значит, сделать вот как. А сколько у меня всего камней? Ну-ка, покажите мне. У меня 73 камня. Давайте-ка мы сейчас переквалифицируем этих четырех ребят на сбор соломы. Это не солома. Палочки. Серьезно? Блин, вот помните, я вам говорил, что некоторых предметов нету вот в перечине сборов этих. Вот, прикиньте, соломы тоже нет. Грибов тоже нет. Это вот что такое? Роуз хип. Хер вас знает, что это. Но, наверное, это что-то съедобное. Ягоды тоже, кстати, появились. Их у 212 на карте имеются. Ну, пускай собирают ягоды. Это гораздо будет полезнее, чем собирать камни. Тем более, что камней у нас вроде дофига. 75 штук. И у нас уже есть внезапно, ребята, один топор. То есть мы можем, в принципе... Вот смотрите, сейчас как раз утро. И, допустим, я дам команду им срубить вот это дерево. Вот так берем топорик. Обводим это дерево. У него появляется иконка рубки. И сейчас мы увидим с вами, как они будут это делать. Ну, когда дровасек проснется. Давайте. Где вы там? Хорош спать, товарищи. Кстати, вы заметили, какая светлая ночь? Прям очень светлая. Просто до этого, помните, ночи были какие? Вообще ни хрена не видно. А тут прям видно стало. Может быть, какой-то патч выходил. Хрен его знает. И пока мы его ждем, я бы хотел уменьшить количество рабочих до одного. Пускай один чувак ходит, собирает там эти ягоды. А остальные занимаются добычей замечательной этой вот соломы. А то хижины-то как бы не готовы. Это не круто. Давайте, кто-нибудь срубите. Где там чувак с топором-то? Сейчас придет. Пока не пришел. Мы его точно дождемся. Пока что они с ума сходят по вот этим вот тряпкам, которые Plant Fibers. Давайте я приоритет верну на середину. Они, в принципе, после этого должны начать выполнять остальные задания. Но, по-моему, они это не начинают выполнять. Слушайте, а может быть проблема в том, что я вот эту кнопку нажал, что типа использовать для производства? По-моему, вот сейчас они забили. Да? Да. По-моему, сейчас они точно забили на эту тряпку. Или не забили? А нет, это была веревка. Это была не тряпка. Как интересно это все работает. В общем, ждем дровосекам. Сейчас они дома достроят. Походу, это их приоритетная задача. Господи, опять ночь? А, нет, это облака. Уже вот два топора они сделали. У них уже есть три топора. Господи, ну кто-нибудь, возьмите сраный топор в руки. Неужели вам так важен этот дом? Долбаный. Насколько я понимаю, они сейчас и подыхать еще даже не умеют, эти людишки. От голода там, от чего-нибудь. Зато у нас начали появляться ягодки. Которые уже жрут внезапно. Построили третью хижину. А вот чувак только что... Вот он, вот он, вот он. Он палки притащил. Вот, смотри, смотрим, как он будет рубить. Это она. Бах. Он даже листочки, видите, падают. Я говорю, с детальностью у игры проблем нету. У него палки появляются в инвентаре, что почему-то. Кстати, о палках. Давайте я сделаю склад под бревна. А то, что-то как-то... Я совсем про это забыл. Вот такой вот, например. Склад. И здесь будут храниться именно... Это не то. О, вот это, да? Вот, лог. Нормально. Все, теперь она должна туда складывать бревна. Давай. Может, у меня правда был баг, и сейчас я увижу, как дерево... Пока что она получает с этого бревна только палки. Дерево, в смысле. Что-то потеребило его, потеребило. Ни хрена не произошло. А вот, видите, у нее на спине начинает появляться бревно. Как бы это странно ни звучало. В общем, вот это бревно. Видите, я вот его сейчас подсветил. Все должно быть видно. И когда у дерева кончатся ресурсы, у меня она просто исчезла. Может быть, сейчас она упадет? Я был бы очень рад, на самом деле, если бы она упала. Но у нас появились бревна. Да, это прекрасно. Бревна, как вы понимаете, будут использоваться для забора. Ну и, в общем, что я еще могу сделать? Я могу, конечно, сделать еще эти самые гарпуны, которые рыбьи. Рыбьи гарпуны-то. Но что-то я прям даже не знаю, есть ли в этом смысл. Потому что я расстроен. Я расстроен и подавлен. Я, по-моему, группу фишерменов удалил только что. Да? Да, я увидел крестик, нажал на него и грохнул группу, которая занимается ловлей рыбы. Это печально, кстати. Максимальный приоритет, ребята. И вас там будет, ну вот, столько, короче. Пять человек, нормально. Тем временем мы достраиваем последнюю, четвертую хижину. И я, наверное, сейчас попрошу их сделать здесь забор. Потому что я люблю заборы. Я вам говорил об этом в прошлой части. Вот этот стандартный. Сейчас вот перемотаем, а то не видно ни черта. Значит, нам надо сделать забор таким образом, чтобы у нас было как минимум два выхода. Вот до сюда мы его доведем. Вот. Теперь, собственно... А, серьезно, ты мне не будешь показывать, где он? Блин, твою мать. Что ж такое-то, а? Ну, короче, придется вот как бы вот так, грубо говоря, на ощупь его проводить. И пока, собственно, не будем ничего проводить. Нам надо достроить будет эти заборы. Иначе я просто не пойму, откуда мне начинает следующий. Я просто хочу оградить нашу деревуху, чтобы она более-менее красиво смотрелась. И на этом как бы совершить логическое завершение. Потому что особо здесь ничего не поделаешь. А я-то надеялся. Ну, мы, конечно, еще и мигрируемся отсюда, к хренам собачьим. Видали, как они быстро рыбочку употребили? Проглоты. А, у нас семь рыбы осталось. Четыре вяленой. Три. Одна. Ноль. Да. Рыбка, конечно, быстро уходит. Любят они пожрать. Во-во, смотрите, анимация таки есть. Она, к сожалению, намного хуже, чем если бы дерево нормально падало. Она уходит под землю. Прямиком в ад. Так, посмотрим, что будет происходить с забором. Я ведь... У меня просто один вопрос. Я вообще его заказал. Давайте посмотрим. Это вот драйеры. Хижины. Слушайте, я, по-моему, забор не заказал. Да. Все-таки я молодец. Согласитесь. Только я так могу сделать. Давайте еще раз. Короче, вот тут будет забор один. Вот такой. Ага. Вот, теперь заказал. Там надо было два раза левой кнопкой потыкать, а я правую нажал. Теперь я могу, в принципе, правильно вот здесь все тоже сделать. Вот до сюда дойдем. Готовенько. И мы продолжим забор вот здесь вот, где наши склады идут. Как-нибудь сюда. Сюда. Здесь еще один будет проход у нас. Жалко, нельзя в заборе. Может быть, ну, пока, наверное, нельзя сделать, типа, калитку. Хотя они, наверное, вряд ли знают, что такое петли. Вот. Так что вряд ли получится сделать прикольную калитку. Но было бы круто, согласитесь. Ну и вот так вот. Вот. Примерно так будет выглядеть наша деревня, когда они достроят забор. Кстати, достаточно быстро строят, я вам скажу. Посмотрим, как быстро уходят палки. Палок осталось уже 190. Ого, слушайте, палки прямо на расхват идут. Зато будет красиво. Да, в этом я прям не сомневаюсь. Если, конечно... О, палки только что кончились. Ага. Я понял. Где моя супергруппа сборщиков? Ребята, вас будет больше, и вы будете собирать палки. Приступайте. Приступайте к палкам. И я, наверное, сейчас им... А вот они сами набрались, пошли собирать палки. Молодцы. Ну, посмотрите, половину не доделали. Ну, куда это годится? Никуда не годится. Вот, чисто в теории, обратите внимание, у нас в самом центре, где фаерплейс находится, трава растет, а люди как бы там ходят, никаких там замечательных тропинок не вырисовывается. А по идее-то должно. Жалко, конечно, что этого не происходит. Ну да ладно. Сейчас дождемся окончания строительства забора, чтобы у меня уже отлегло. Можно еще ради прикола приказать им срубить пару деревьев. Чего бы нет-то? Вот так вот прям. Там не пара получится, а чуть больше. Но учитывая, что у нас пять топоров, или там сколько? Три. Я думаю, они быстро справятся со своими обязанностями. А я пока кофе попью. Так, очередной день к нам приходит. Птицы там летят. Я сейчас посмотрю, они действительно летят или это просто тени. Это просто тени, ребята. Вот я смотрю сейчас в сторону, куда они якобы... А нет, подожди, вот что-то летает. Вон, видите, какие-то мошки там, мошкара, комары. Ласточки носятся. Ну, хоть кто-то есть, да? К сожалению, скота нет, но... Ой, не знаю, правда, когда его добавят. В общем, короче, достраивают они потихонечку заборчик. Там он где-то что-то как-то получается у них. И, блин, посмотрите, как он классно смотрится. Ну, серьезно, просто супер вообще. Вот такие вещи мне прям очень нравятся. Мне нужно больше декоративных деталей. Я от этого просто кайфую. А что здесь, кстати, до сих пор не построили? Рид? Что такое Рид? Не тростник ли случаем? Кстати, да, это же плетеные корзинки. А тростник, он растет на реке. Я не знаю, какого хера мне люди в комментариях некоторые писали о том, что на реке растет не тростник, а плентфайберс. Но, в общем, вы, ребята, к сожалению, ошиблись. Там растет гребаный тростник. Да. Вот, например, вот это он же, да? Да, это тростник. И мы, в общем, можем сказать моим бравым ребяткам, чтобы они его спилили нахрен. Ой. Мне, пожалуйста, режим художника включить. Я люблю вот так вот взять и обрисовать ситуацию. Все. Тростник, считайте, у нас есть. И корзинки у нас тоже есть. Придется им немного прогуляться. Но как-нибудь дойдут, не сдохнут. Где моя деревня-то, твою мать? Тут что вы забор-то не можете надеть? Господи боже, там палок-то вам надо сколько? Миллиард, что ли? О, первое достижение. Наши плетеные корзинки были успешно построены. И там мы наконец-то можем хранить вяленую рыбу. Давайте это сделаем, чтобы у нас освобождались палки для вяления рыбы. Да. Пускай эти рыбки будут валяться в корзинках. Оттуда проще будет доставать и кушать. А вот заборы, мягко сказать, идут со скрипом. Деревья тоже пилятся достаточно медленно. Но это ладно. И это, в принципе, мне не горит. Я просто хотел сделать забор, чтобы он будет сделан. Это не проблема. Я думаю, что ребята на этой прекрасной ноте могут заканчивать эти два прекрасных, не то чтобы видеообзора. Я бы даже сказал, что это попытка прохождения игры, которой еще нет. Есть только демка. И в целом, я могу сказать, что идея классная. Реально. Идея классная. И вроде бы даже реализация интересная получилась, если судить по тому, что я здесь наблюдаю. А это, простите, что за херня здесь за деревяхи стоят? Странно, непонятно, но очень интересно. Вот. Классный мир. Интересная задумка. Но, к сожалению, не просто мало контента. Его просто нахрен нету. Потому что все это мы 10 раз уже видели. Может быть, не в такой детализации, но... Тот же сраный Dawn of Man, Founders Fortune, Banished, Life is Feudal, Forest Village. Ну, как минимум, последняя, если говорить о Life is Feudal. А там вообще просто какое-то чудовищное количество деталей. И мне она дико нравится. Просто очень долго в нее играть. Надо будет как-нибудь поиграть точно в нее. Потому что, ну, а че, хер ли. Год разочарований просто. Не забудьте про мою просьбу написать в комментарии игры, по вашему мнению, успешные в этом году. Мафию и Киберпанк не пишите сразу. Для меня эти игры неуспешные. А они классные? Нет, одна. Киберпанк классный, мафия нет. Вот, а Ancient Cities, это прям вот лично мое разочарование года, наверное, второе после Мафии. Как можно... Я так ждал эту игру, вы даже себе представляете. Я думал, ну все, вот он. Вот он, выживастик, менеджер управления своей цивилизацией. Моей мечты. Но нет. Не получилось, не фортануло. Видать, у разработчиков были дела поважнее. Ну, они, кстати, почти достроили заборы, надо сказать вам. Вот осталось тут буквально 3-4 секции, и все будет готово. А если бы работали в игре процедурные тропинки, мы бы еще понимали, где люди чаще ходят. И на основе этой информации можно было бы сделать им разрывы в заборе, чтобы они там ходили. Но нету тропинок процедурных. Хорошо, хоть со светом не подвели. Свет я люблю. В общем, если подытожить, я могу точно сказать, ребята, что... А где все люди? А, они все спрятались, окей. Я могу точно сказать, что эту игру покупать сейчас не стоит. Она, во-первых, она не стоит тысячи рублей, эта демка. Потому что у разработчиков на сайте есть тоже там раздел поддержать. Можно их поддержать на сайте, если вам так очень хочется. Потому что платить за очередной трупак, который будет лежать у вас в библиотеке... Ну, такая себе идея, согласитесь. У меня, знаете, сколько этих игр в раннем доступе лежат в библиотеке? И они никак не развиваются. Некоторые разработчики уже, я не знаю, там, понавыпускали еще 10 игр, которые тоже стоят на месте. Короче, грустно это все. Ранний доступ, это правда. Вещь относительная. С одной стороны, круто, что разработчикам дают возможность проявить себя на ранней стадии разработки. И показать людям, что они делают. С другой стороны, нерадивые разработчики, как вот эти, например. После того, как собрали столько денег на кикстартере, они все равно выстроили кусок кода, который не работает по факту. Да, с оптимизацией, как я говорил, проблемы есть. Она лагает. Ну и, ко всему прочему, еще добавляйте отсутствие контента от слова совсем. И будет совсем грустно. Охоты нет, добычи ресурсов нету. Есть какие-то 4-5 видов вещей, которые добываются, типа палок и камней. Можно рубить деревья, и как бы на этом все. Новых эпох здесь нет. Ни хрена здесь нет. Версия 0,2. В общем, вы понимаете, да? Ну, а проект интересный. Ну, как обычно, короче. Я даже не знаю, что еще сказать-то. Будем ждать обновлений. Не покупайте это в Стиме. Не надо. Не тратьте деньги. А то у кого-нибудь харя треснет. Правильно в комментариях к первой части отметили этот момент. Это очень правда, да? Это очень правда. Спасибо за внимание. Это был Старый Хер, ворчащий, как обычно, римпак. Услышимся в новых видосах. Покусечки. Услышимся в будущем. Римпак, расскажи. Продолжение следует...